всем привет добро пожаловать в мою оранжерею ну вот у меня на руках сегодня зам директора он тоже захотел сняться немного в ролике сегодня у меня видео будет про адениумы я давно не снимала так не собирала и покажу своих сеянцев как они у меня подросли и расскажу некоторые цветут у меня в общем смотрите до конца будет интересно так что растут не только адениумы а также их котики вот такие выросли уже 15 августа нам годик уже можете присылать поздравления ну начнем на нас самого большого моего адениума посмотрите сколько на нем стручков он завязал семена и столько много прям вообще вот где цветы были в общем здесь появляется семена у него видите что творится здесь так на это ветки аж 4 штуки решил в общем у меня порадовать напомню это мой самый первый большой адениум который перенес ну не знаю наверное все что можно и обрезку и формирование корней и на нем привиты четыре сорта на нем привита прививки я делала сама это у меня все есть на канале можете зайти и посмотреть так что семян у меня будет ого-го много ну а пылями конечно пчелки а пчелки садятся и на другие адениумы то есть я думаю что у меня здесь будут может и другие сорта какие-нибудь новое появится такие попки нарастили вообще этот вообще прям интересный такой у меня экземпляр красавец такой он у меня цветет желтым сортом ну конечно вот не получается чтобы они все цвели как бы в лесу у нас все таки погода подводит если было жарко то сейчас уже холодно но увидите сколько на нем бутончиков мне конечно адениумы нравится своими формами а а это мой синиц он уже цветет наверно второй раз вот такие простые цветочки но хорошенькие я почему-то раньше считала что из покупных семян в основном вот такие не махровые по крайней мере у меня махровые не распускались и тут вот такое чудо это мой синиц цветок даже имеет аромат сейчас я как-то его там лампа просто засвечивает сзади он весь 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 у меня в бутонах смотрите такое красавчик и я уже сказала имеет даже аромат вот такой калдекс но вот этому сеянцу вот как бы так не обмануть вас наверно пятый год и он первый раз у меня зацвел но у него обильное цветение посмотрите у него сколько бутонов но они все принципе адениумы обильно цветут просто некоторые они не вытягивают но это влияет очень много факторов на это недостаток тепла недостаток солнца потому что для адениума это первую очередь солнце самое главное солнце и тепло но этот у меня тоже он так у меня и сидит под номером 217 ну тоже мне цветет он тоже цветет здесь новые бутоны появляются такой цвет красивые если в переводе обозначает сорт солнце и луна здесь вот он видео засушивает я говорю что некоторые бутоны не вытягивает ну попки вообще увеличились вот за этот сезон очень-очень тоже у меня красавица тоже мне нравится его цветение сорт мадам баттерфляй вся 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 в бутонах такие красивые такой цвет насыщенный здесь немножко лампы как-то высвечивает очень-очень красиво смотрится да и попка такая красивая но это не все мои адениумы и они все занесла потому что у меня некоторые на окна не стала я я хочу показать вам своих сеянцев вот после зимы они выглядели прям печально сейчас у нас на дворе 10 августа и посмотрите как они хорошо поправились вот если кто-то следит за моими видео они конечно это заметят очень-очень каудексы у всех такие хорошие вообще слоник это у меня есть черенков из моих я укореняла смотрите а этот вообще он такой большой это сеянец вообще в общем все все поправились ну конечно не обошлось и без потери я наверно 4 сеянца своих ну выбросила потому что они у меня погибли и вот такие вот я хочу показать они были вообще вот после зимы они были печально состоянии еще хуже чего вот эти они у меня сидели таких же горшочков я их пересадила пересадила в стаканчики посмотрите они сразу поправились они сразу каудексы стали утолщаться и то есть сразу сейчас скажу если вот сеянцы их не нужно стараться пересаживать в большие стаканчики или горшочки им нужно нарастить прям хорошо хорошо корни в таких стаканчиков небольших видите вообще результат хороший и у них вот если взять стаканчик смотрите видите там корешочки новые пошли то есть я их отсюда буду пересаживать только когда будет деформироваться стакан вот когда каудекс вообще корни у него разрастутся будет деформироваться когда будет тесно 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 только тогда я буду пересаживать а были они вот в таких стаканчик но вот они я говорю зимой прям вообще потеряли тугор и каудекса и прям было им совсем плохо а сейчас сейчас у нас все хорошо такие мои красавцы ну и сейчас я вам расскажу как я за ними ухаживаю как я их поливаю у меня конечно много есть видео на канале и не раз я говорила как я за ними ухаживаю чем подкармливаю ну немного повторюсь потому что это было давно и у меня уже появилось очень много новых подписчиков я уже сказала что адениум это роза пустыни это очень теплолюбивое растение которое любит тепло и солнце и прямых солнечных лучей он не боится конечно когда мы выращиваем растения дома а потом выносим на улицу на прямые солнечные лучи то конечно же он может получить ожог листья это естественно ну то есть нужно постепенно как-то приучать если вы не хотите испортить листочки ну я бывает их сразу выношу конечно некоторые получают ожог листьев но я их постоянно обрезаю я хочу чтобы у них в первую очередь сформировалась красивый каутекс красивые корни и поэтому я не даю им сильно вытягиваться хотя я вот здесь вот вижу вот этот синиц у меня видите какой а какие корни смотрите там горшочки вот его то тоже можно вот прямо так срезать чтобы у него утолщался каутекс нужно их постоянно резать ничего страшного цветение конечно откладывается но придет время он зацветет и зато будет с красивыми формами и с красивыми цветами подкармливаю я раз в 10 дней разными могу сказать удобрениями и фертикой подкармливаю и у меня осмокот здесь в грунте содержится и подкармливала перегноем они кстати вот от перегноя вообще поправились очень хорошо ну и так я опрыскиваю иногда и тарно кислотой и эпином то есть я чередую поливаю по мере пересыхания горшочка полностью полностью у меня пересыхает грунт и потом я поливаю и хорошо опрыскиваю сверху из поливизатора или иногда даже устраиваю теплый душ прям на улице если жарко так там в принципе можно и так ну конечно не на солнышке это нужно делать потому что если мокрые вот листочки они конечно получат ажур 100 процентов это только в теплое время а когда похолодает конечно с поливом нужно будет аккуратнее я просушиваю опять же полностью горшочки и потом умеренно поливаю и опять просушиваю то есть у меня вот так вот я уже и привыкла и они в принципе у меня растут я считаю что хорошо для нашей полосы просто замечательно растут и про грунт грунт обязательно должен быть рыхлый то есть он должен состоять из пропорций таких вот прям немножко земли немножко там перлита вермикулита древесного угля знаете мне ради интереса я вот этот адениум посадила кокосовые чипсы здесь у меня в горшке кокосовые чипсы смотрите вот какая фракция видите крупная какие и мне нравится мне нравится как он себя в них чувствует прямо изменения ну так же у меня там есть осмоход осмоход и кокосовый субстрат еще вот здесь намешаны а вот эти сеянцы у меня сидят здесь вообще вот прям универсальный грунт вот прям чуть-чуть я на тазик делаю чуть-чуть грунта а потом у меня очень хороший такой конский перегной был я а у меня с таким уже знаете перегнивший такой где-то опилы вот эти вот все такое вот в общем я это все намешала добавила туда древесный уголь осмоход и я результат прям заметила смотрите какие жирные стали они прям раздобрели у меня и вот эти вот тоже поправились у них такой же грунт вот именно с перегноем и видимо адениумы они любят покушать и им это очень-очень нравится это я просто делюсь своим опытом что я пробовал даже к отцу меня поддерживает согласен со мной ну вот распелся это растение конечно очень интересное и с ним можно экспериментировать и вот ну прям вот разные формы создавать какие хочешь с корнями то есть и заплести вот как раз вот этот адениум я там где-то и плела что-то и все вы просто кому интересно можете зайти и посмотреть на моем канале впереди нас ждет еще очень много интересного подписывайтесь на мой канал пишите комментарии увидимся в следующем видео а